Два часа нам Друзья, доброе утро! Очередной день! Мы еще находимся в этом же поселке, в который мы вчера вернулись. Сейчас будем выезжать. Сходил где-то у мангового сока, 120 стоит. Это около двух долларов. Сейчас вам еще раз покажу напоследок этот красивый уголок и мы будем выдвигаться дальше. У нас по плану сегодня еще термальный источник такой, который мы были два дня назад, посещали три дня назад и потом уже заселение в другой отель и потом у нас будет Кабернак. Это на следующий день. Все увидите, все вам покажу. По вчерашнему переходу. Он реально очень сложный и надо подготовиться к нему, потому что даже назад возвращаться нужно определенные силы иметь, потому что кажется идешь вот-вот уже конец, а на самом деле конца все нету и нету. И ты идешь-идешь-идешь на последнем вздыхании, когда приходишь назад и думаешь вау, круто! И я потом отсыпался. Я отсыпался 12 часов, отдыхал, потому что все, организм вырубился. Ну, зато теперь полон сил, бодр. Мышцы не болят. Не знаю, с чем это связано. Почему? Можно за счет высоты, то, что здесь выше и не так забиваются мышцы, а может быть подготовка. Кто попробует, потом свои расскажут все впечатления. Вот мы делаем вторую остановку. Даже третью уже мы останавливались опять, где продаются яблоки. Ребята еще купили яблок, потом мы останавливались в горячих источниках. В принципе, вся та же самая дорога, как мы ехали сюда, только назад. И сейчас мы остались возле Ашрана. Здесь большая статуя Шивы. Другим богам сейчас обязательно вам все покажу. Посмотрите. Спасибо. Субтитры сделал Сабрия Неша. Сегодня день свадеб. Нам на встречу три свадьбы ехали. А вот смотрите, какой большой Шива. Вот вам ближе. А это его жена Кали, когда ее разозлили. Вот она тут, на шее у нее голого демона, поверженный демон. После нашей Ганготты, поселка и холода, когда мы покупали церковные источники, все такие сразу расплавились. Очень хорошо было. Я, к сожалению, взял камеру с собой. Там еще рядом душевые кабинки есть. Тоже прикольные такие штуки. Там просто трубы, и с них теплая горячая вода с источников льется. Там можно помыться. И пришел баба такой, дедушка, дедушка, с горбом на спине. И мыл свои вещи, два тазика сидел там мыл. Вот мы спускаемся с вами на шрам. Вот это у бабы, видимо. Наша коллега. Конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Это у нас богиня Дурга и девять ее проявлений. Сейчас покажу вам быстренько. Каждую. Любви. Продолжение следует... Вот еще какие-то статуи слепы. Видимо, это баб, который баба. Вкратце расскажу историю этого ашрана. Баба, вернее, тогда еще он не был бабой, он был военным летчиком, служил в армии. И когда шла война с Пакистаном, он летал и выполнял боевые задания. У него в один момент отказали все приборы, и он понял, что сейчас он погибнет. Все, конец. И в это время у него в самолете появился непальский баба какой-то, и все восстановил. И после этого он понял, что он занимается чем-то не тем, и решил посвятить свою жизнь Богу. Служение Богу открыл этот ашран. Он был из обеспеченной семьи, у него было хорошее образование. Он начал заниматься йогой, служением Бога. И вот там фотографии, не знаю, показывал, не поснимал. Наверное, нет. Он... Закапывали его в землю, в воде он какое-то время был. Вот. А здесь у нас, смотрите, Здесь у нас три ипостаси. Это у нас Шива, разрушитель. Это у нас Вишну, уравновешивает который все. И это у нас, соответственно, Будха. Это у нас Будха, создатель. Ну, это не фотографии, которые я говорил, где тут его закапывали в землю. Он неделю или месяц сделал без еды, йогой. Тут его в воду. Вот, смотрите, это одно из проявлений Вишны. Он превратился здесь в кабана, потому что демон снизверг землю в грязь. И для того, чтобы ее поднять, он превратился, провалился в грязь и достал ее обратно на орбиту. Это вот одна из ипостасей Вишну. А здесь тоже одна из ипостасей Вишну. Здесь он превратился в рыбу, в маленькую. И, ну, это, можно сказать, сказание о всемирном потопе, только индийское. И его, эту рыбку, споймал один из людей. И она просила, рыбка, не ешь меня, садись в стаканчик, я вырасту и помогу тебе. И вот она росла-росла. Он ее пересаживал сначала в бедро, потом в речку, потом в море. И за это она сказала ему, что скоро будет потоп, когда этот потоп наступит, ты, пожалуйста, спострой лодку к этому моменту, к тебе потянутся еще ведические мудрецы, вот они. И я помогу тебе спастись. И все так произошло. И она вывела его на землю, и он выжил, соответственно, в свое служение. А это еще одно воплощение вишни. Здесь лакшери вишни, так называемый. Ну, а это у нас Ганеша. Цветы и места. Давайте-ка подзинькаем в колокольчик. Вот мы заферились в наш второй отель. Смотрите, уже получше. Здесь есть вода горячая, то веет нормальный. Большая кровать. Телевизор. Кандишка. И вид на Гангу. Судя по всему, и на поселок. Вот мы в нашем отеле. Поднялся к ребятам на их последний этаж. Видите, какой вид открывается. Вот он. Красота, да? Здесь у нас есть горячая вода уже. Мы можем спокойно помыться, потому что после Ганготы там просто жесть. Холодная и холодная вода. Можно мне на лоб примотать. Стоять, сделаем быстрее. На ужин пойдешь? Нет, ничего, идешь. Мы находимся сейчас в отеле у Аркаши. У Аркаши можно запоминать. Я вам показывал номера. Показывал, в принципе, сверху. Здесь рядом находится вот здесь вот ресторан. Там мы будем кушать сейчас, заказываем себе. В принципе, очень даже неплохой отель. Три звезды, горячая вода, плитка, большие кровати, набраски. Если вы будете его бронировать, я вам его рекомендую. Потому что из-за того, что здесь есть в Индии, в Непале, в принципе, в Ямалайе, в Индии, в Индии, в Индии. Очень хороший вариант. Ты сможешь каждое утро по три минуты делать. Уже через пару недель почувствуешь эффект. Мы делаем наклоны назад, сюда будут наклоны в сторону. Ось вращения вот на боковую не скучает. То есть что мы делаем? Мы немножко выше уха ставим пальчики. Тоже сопротивлением. Нагрузка 20-30%. Закоточек дает на фронтальную плоскость. Делаем выдох и движение на локоть. Никуда подбородок не поворачиваем. Вдох, полностью растянули. Выдох, мышцы сократились. Вдох, растянулись. Тут давление сохраняем. Тут давление сохраняем. Что, готово? Сделай. В любую сторону. Да, выдох и движение на руку. Поехали, выдох. При таком положении у нас максимально загружаются трицепс и грудные мышцы. То есть самый важный груз проработать. Потом мы, если с носков ставим, приподнимаем таз. Вот при таком положении мы отжимаемся. Вверх выдох и не сдох. Если Насте тяжело, Насте делается с колен. Ну или сепарки. Зачем таз приподнимать? Чтобы было тяжелее. Будут, Кирилл, смотри, будут движения первые с тремя остановками. Первая остановка в начале, потом вторая, потом третья, когда плечи по правильной земле. Четвертая, ты уже лежишь. Полностью ложимся внизу. Вверх выдох. На остановках идет вдох. 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 Вдох, легли. Потом будет полуторы. Мы будем отсюда начинать, снизу. Будет полностью выдох. Потом полностью легли. Вдох. Половинка. Раз. Два. Вдох. Выдох, вверх. И все время в конце ложимся. Ну мы начнем первый подход. Извините, не грязный. В принципе, так. Давай, мы первый подход сделаем, потом к твоей второй присоединишься. Тебе, поверь мне, хватит. Ну что, приступим, поехали. Хороший ужин ждет. Поэтому лучше. Порывай, вот ужин, торговый ужин. Да. Люди везде чувствуют. Ничего себе. Смотри, полотенце дали. Это ты так вытерся? Нет, такой дали. Не знаю, не знаю, у нас бархатная. Настолье. Все, пальчики немножко внутрь, локти вперед. Грудь лежит. Таз приподнял. Делаем сначала три остановки. Три, четыре. Выдох, вверх. Идет. Вдох. 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 Выдох. Вверх. Заложимся. Что делаем? Когда вниз вдох, вверх выдох. Выдох, когда сложнее. Сложнее встать. Нормально, нормально. Я просто признал, что завтра ехать. Надо нормально поработать. Поехали, выдох. Раз, два. Пойдем, Ладя, просто прибьем. Пойдем на ужин спокойно. Сейчас еще мы пресс о чем делаем. А я уже сделал утром. А я дней 30 назад, как сейчас, помню, делал. Я утром сделал 45. У кого какие еще отмазки? Три дня назад делал. Готовимся. Гидо нельзя на 40 минут. Готовимся. Не попроси, чтобы они еще на 40 минут сместили. Готовимся. А не, Володь. А не, Володь. Дальше весна. Володь, за меня сделай, пожалуйста. Вот этим шестерем. Может, даже на коленках. Давай, давай. Дмитрий, ты издеваешься. Зато потом посмотрите, как Настя красиво отжимается. Нам уже будет мощь. Поехали, выйдут. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...